Доброе утро, уважаемые трейдеры и клиенты компании Amartits. Сегодня 22 декабря, последний день, торговый день на этой неделе. Сразу же обозначим главные темы сегодняшнего брифинга. Это, конечно же, резкое снижение пары евро-доллар в ходе азиатской торговой сессии сегодня. Это вызвано, конечно же, новостями из Испании, где сегодня подводят итоги вчерашнего референдума по, точнее, выборам в Каталонии. И мы спустя несколько минут обсудим детально итоги этих выборов. Там, на самом деле, есть несколько очень интересных моментов. И также сегодня в центре нашего внимания будет информация по Канаде, потому что вчера целая порция новостей вышла из данного региона. И, на самом деле, вчера главной валютной парой, пожалуй, был именно доллар по отношению к канадскому доллару. Вот все это, прежде всего, будет в нашем сегодняшнем брифинге, а также ключевые торговые идеи мы обозначим на сегодняшний день. Итак, доллар вчера в целом немного укреплялся, либо был в нейтральной зоне по отношению к основным валютным парам, но вот за исключением канадской валюты. Вот то, о чем мы уже сказали. Канадец укрепился, так как сразу несколько очень позитивных публикаций мы увидели. Во-первых, потребительские цены выросли сразу на 0,3% в ноябре. И за год этот прирост составил уже более 2%, 2,1%, если быть точным. Это даже несколько выше тех прогнозных плановых значений, которые ставил регулятор перед собой в начале года. И мы можем в целом подвести довольно положительный итог. Вот в экономике Канады есть довольно позитивные тенденции. И более того, не только потребительские цены, но и розничные продажи. Канады выросли на 1,5%, если быть точным, по отношению к тому прогнозному значению в 0,3%, которое все ожидали увидеть. То есть мы видим, что более чем в несколько раз, в 5 раз лучше оказались публикации. Поэтому в моменте канадская валюта была очень и очень сильной по отношению не только к американскому оппоненту, но и по отношению ко всем прочим. В кросс-курсах мы также наблюдали довольно позитивную динамику для канадской валюты. И на самом деле сегодня нас ожидает публикация по ВВП Канады. Это также очень важно будет для инвесторов, важно для рынков. Поэтому есть еще и предположение о том, что на основе вчерашних данных можно сделать вывод о том, что сегодня данные по ВВП также будут довольно сильны, вероятнее всего. И мы сможем увидеть дальнейшее укрепление пары доллар против канадца. Поэтому призываем вас обращать внимание на данный инструмент. Пусть сейчас вот утром есть некая боковая консолидация по данному инструменту. И тем не менее, судя и по техническому анализу, также можно судить, можно говорить о дальнейшем снижении доллара по отношению к канадской валюте. И плюс еще нужно отметить, что нефть довольно серьезно помогала укрепляться канадцу, потому что это традиционно является сырьевой валютой. И вот наши цели, которые мы обозначили еще несколько дней назад по нефти, в 65 долларов за пароль нефти марки Brent, вот эти цели, они на самом деле сейчас довольно близки. Сейчас вблизи отметки в 64.80 торгуется черное золото. И мы также вчера еще в ходе брифинга отмечали то, что покупки будут весьма и весьма перспективными. Те, кто работал по данной рекомендации, я думаю, что вы остались довольны теми движениями, которые нефть вчера показывала. Напомню, что фундаментально есть довольно много факторов, которые влияют на дальнейшее удорожание нефти. Эти причины мы подробно разбирали вчера, поэтому сейчас на этом останавливаться не будем. Вот те общие тренды, которые есть по нефти, они будут в ближайшие дни продолжены. Поэтому предлагаем перейти к более важной теме. За исключением того, что по канадской экономике еще нужно отметить один важный момент. Это заявление Полоза на прошлой неделе. Это глава регулятора Канады. Так вот, он говорил о том, что экономика довольно неплохо разогналась к текущему моменту. Находится едва ли не на своих максимальных показателях. Работает в едва ли не максимально эффективном режиме. Поэтому многие инвесторы сочли это даже сигналом к тому, что мы можем увидеть повышение ставки в марте следующего года на ближайшем заседании Центрального банка Канады. Поэтому, конечно, сейчас вероятность уже оценивается в 75% повышения на ближайшем заседании. Поэтому нужно также учитывать в своих торговых идеях, в торговле. В общем, нужно учитывать этот момент и понимать, что долгосрочно канадская валюта может продолжить укрепление, даже несмотря на, в целом, ту позитивную динамику, которая сейчас есть вокруг американской валюты. Вот об этом мы также несколько позже сейчас поговорим. Но сейчас все внимание предлагаю переключить на ситуацию в Испании. Напомню, что вчера состоялись выборы в парламент Каталонии. И на самом деле есть несколько противоречивые итоги данного события. Потому что, с одной стороны, первое место и большинство мандатов получает партия, которая называется «Граждане». И она выступает, на самом деле, за то, чтобы Испания была единой и чтобы Каталония осталась в рамках этого государства. Но в то же самое время ее преследователи, ближайшие, то есть те партии, которые заняли следующие места суммарно, набрали больше мандатов. И если мы, скажем, сложим все силы воедино, то окажется, что большинство осталось за теми, которые были против единства Испании и выступают за отделение Каталонии. То есть, если мы, скажем, подведем точные цифры, то 37 мандатов получает лидер, то есть партия, которая за единство Испании выступает. И более 60, почти 70 мандатов у тех, кто будет лоббировать отделение Каталонии от Испании. Поэтому, конечно, евро сейчас под большим давлением находится. Вы уже можете видеть на графике, как сильно евро-доллар, в частности, отреагировал сегодня утром. Пусть движение было, может быть, и не максимально большим. То есть, конечно, это далеко, скажем, ситуация с Brexit либо подобных движений по фунту в прошлом году. Но, тем не менее, в моменте на 60 пунктов, даже несколько больше, и это все учитывая, что была азиатская сессия обычно, довольно низковолатильная. Все это, конечно, говорит о том, что на евро сейчас будет довольно серьезное давление оказываться. И вот теперь уже будем ждать решения от правительства Испании, потому что все же многие инвесторы не верят в то, что Испания позволит так легко Каталонии получить независимость, будет этому препятствовать. И вот, на самом деле, обстановка может только нагнетаться. Поэтому в ближайшие дни, может быть, недели, должна наступить некая развязка, некий итог по данному событию. И все это может весьма серьезно сказаться на перспективах евро. Вот фундаментально сейчас это главное основание. Опять мы видим, как политические факторы в большей степени влияют на котировки, нежели, скажем, какие-то экономические фундаментальные данные. То же самое было по британской валюте в течение последних дней, на фоне обсуждения условий по Brexit и окончательных согласований выхода из ЕС. И вот теперь мы перемещаем свое основное внимание в сторону европейской валюты. Также вчера не остался незамеченным факт пересмотра данных по ВВП США. Мы в ходе вчерашнего утреннего брифинга очень серьезное внимание обращали на предстоящую публикацию и ожидали, на самом деле, что эта цифра порадует инвесторов, но так в итоге не получилось. Был пересмотр в худшую сторону. 3,2% составил прирост по отношению к прогнозному значению в 3,3. И на самом деле для показателя ВВП это серьезное отличие, серьезное отставание, потому что в случае с ВВП каждая десятая процентного пункта, да, она имеет большой вес. И на самом деле удивительно, что доллар не упал сильнее в ходе вчерашней торговой сессии. Опять же, это было вызвано скорее тем, что по отношению к каждой конкретной валюте есть вот некие сложности, проблемы на обратной стороне. То есть, допустим, мы видим, да, одновременно, как есть довольно негативные тенденции сейчас и по евро, конечно же, и по британской валюте мы также это обсуждали. И, пожалуй, что вот только швейцарский франк, да, и японская иена, они остались вот в стороне вот всеобщего такого негатива, да. Мы видим, что на пресс-конференции Банка Японии несколько ранее Курода был весьма оптимистичен. И в целом это помогло вчера, да, в ходе вчерашней торговой сессии франку и иене немного укрепиться по отношению к доллару. Но на самом деле с позиции теханализа, да и в целом по фундаментальным основаниям долгосрочно доллар также продолжает выглядеть лучше, нежели свои оппоненты. Вот сегодня многое будет понятно в плане дальнейших перспектив основных валютных пар, потому что также нас ожидает, на самом деле, непривычно насыщенный день с позиции фундаментальных публикаций по сравнению, скажем, с прочими днями этой недели. Сегодня мы увидим сразу несколько важных публикаций, и причем из разных стран. Да, сегодня, конечно же, в первую очередь будет публикация по ВВП в Англии, и сегодня наверняка будет повышенная волатильность по британской валюте. Мы видим, что в данный момент пока она несколько теряет свои позиции в ходе торгов в данный момент. Но если будет хоть какой-то оптимизм, то думается, что на фоне вот этой подножки доллара в ходе вчерашней публикации ВВП фунт может уйти выше даже 1.34, но вот так ли это будет, нужно будет судить уже по факту самой публикации статистики. Поэтому все внимание именно к ней. Пока же до момента опубликации можно локально продавать фунт-доллар, но это скорее будет такая спекулятивная и очень локальная торговая идея на несколько ближайших часов. По США будет сразу несколько новостей. Это, во-первых, заказы на товар длительного пользования. Да, обычно не такое сильное влияние в моменте оказывает на рынок эта публикация. Она скорее является частью общего пазла по макроэкономике США. И тем не менее инвесторам будет очень важно увидеть сегодня позитивные данные, потому что, вот опять же, повторюсь, вчерашние данные по ВВП оказались неожиданно хуже прогнозов. И пусть в целом, если мы сравниваем положение за многие годы, сейчас ВВП США выглядит гораздо сильнее, скажем, чем на протяжении последних двух лет, тем не менее это несколько омрачило. Крупный капитал, да, и, конечно, способствовало перетоку в другие валюты, в частности, в защитные активы. И также сегодня будут продажи нового жилья. Мы уже видели, что очень хорошие были данные по строительству, да, по вторичным продажам. Также все довольно неплохо развивалось, есть позитивная тенденция. Но вот какими будут продажи нового жилья, мы сегодня увидим. Это также будет, вот, не локально, скажем, фактор, который повысит волатильность и обеспечит резкий рывок доллару, а скорее некий элемент общей картины. То есть, если мы сегодня увидим положительные данные и по заказам на товары, да, то есть по продажам и по продажам нового жилья, то в целом это окажет поддержку доллару безусловно. Особенно в период американской торговой сессии мы уже несколько раз отмечали с вами, что вот те, скажем, тенденции, которые формируются в ходе, допустим, азиатской и европейской торговой сессии, они прекращаются после выхода на арену именно американских инвесторов. Поэтому думается, что сегодня именно ближе к концу дня будет у доллара дополнительная поддержка. Что касается ключевых, да, рекомендаций на сегодня, то, конечно, мы также продолжаем вам советовать наблюдать за нефтью, потому что уровень В-65 уже очень близко, и, вероятно, мы можем уйти выше либо в ходе сегодняшней торговой сессии, либо в начале следующей недели. Также, конечно, нужно смотреть за евро-долларом. Сейчас есть некая тенденция в моменте к тому, чтобы закрыть утренний негатив, но все может развиваться крайне неожиданным образом, и пока, на самом деле, евро, вероятнее всего, будет испытывать давление, да, и будет слабым по отношению к американской валюте. И, на самом деле, еще стоит присмотреться к кросс-курсам, например, евро-иена, потому что вот японская валюта может быть в моменте, как защитный инструмент, гораздо сильнее, нежели евро, на фоне этих политических событий. И, конечно, доллар сегодня может получить некую поддержку, особенно это касается пары доллар-иена. Мы сейчас видим, что довольно сильный уровень вблизи 113.30 находится по данной валютной паре, и именно от него сейчас работают многие покупатели, поэтому отметка в 113.60 вполне может быть достигнута уже сегодня, несмотря на то, что в целом в пятницу обычно по доллар-иене движения не такие сильные, как того хотелось бы. И несколько слов про немецкий индекс DAX. Мы про него также регулярно говорим на фоне тех событий, которые происходят в Германии, и более того, у нас довольно много новостей, да, уже ожидало по Германии в целом, по ее экономике, поэтому индекс DAX был, он и так, да, очень волатилен, но в последние дни был особенно интересен. И на самом деле после тех снижений последних дней, которые мы видели, сейчас есть признаки к развороту. Более того, вполне отчетливо видна некая нижняя граница восходящего канала, от которой немецкий индекс сейчас отбивается. Поэтому при, скажем, прочих равных, если негатив в целом по еврозоне, да, не будет зашкаливать сегодня, то осторожные покупки немецкого индекса могут иметь некий смысл. И самое главное, что риски сограничены, будут довольно коротким стоп-ордером. Поэтому, да, конечно, евро будет под сильным давлением, и эта сделка, да, по покупке, скажем, немецкого индекса, она может несколько выбиваться из этой логики, но если, повторюсь, ситуация не будет нагнетаться дальше по евро, то покупка немецкого индекса может принести довольно ощутимую прибыль, потому что потенциал для роста там имеется весьма и весьма серьезный. Но, опять же, не стоит забывать, что близятся выходные, и более того, близятся рождественские праздники. В частности, сегодня, например, на английской бирже будет короткий день, поэтому, конечно, постепенно будет волатильность снижаться при отсутствии дополнительных катализаторов, основные из которых мы сегодня с вами рассмотрели. На этом, пожалуй, все. Всем успехов в торговле в этот последний день торговый. на нынешней неделе. И в понедельник уже будут подведены итоги сегодняшней торговой сессии и озвучены дальнейшие рекомендации. Всем всего доброго и до свидания. Продолжение следует...